Рак толстой кишки На небольшой группе пациентов с MSI-хай, с иммунотерапией, оно будет позитивно в первой линии. Или прибирав мутации, таргетная терапия, во второй-третьей линии лечения тоже позитивно. И в этом плане вот эта особенность колорекального рака. Но я в своем докладе попытаюсь как раз коснуться ситуации, где не маленькие подгруппы мы попытаемся в будущем вылечить, а как мы можем помочь большему числу больных. Начну с несколько грустной стороны. Интересный такой вопрос хотел сначала поставить. Уменьшим ли мы заболеваемость и смертность от колоректального рака, по крайней мере, при нашей жизни? На самом деле тут ответить очень сложно. Хочется в это верить, что мы рак победим. Но буквально недавно публиковали интересную статью по опыту снижения заболеваемости и смертности от колоректального рака в странах Европы в зависимости от того, как долго у них идут скрининговые программы. Обратите внимание, только в странах, где скрининг колоректального рака был внедрен более 15 лет назад, только сейчас отмечается снижение риска заболеваемости и снижение риска смертности, что для нас важно. А в группе стран, где не происходит этого изменения, не была внедрена скрининговая программа или она недавно внедрена, по крайней мере, никакого улучшения заболеваемости и уменьшения смертности нет. Поэтому даже если сейчас в России мы введем скрининг повсеместно колоректального рака, я не думаю, что, например, я доживу до тех счастливых времен, когда будет реальное уменьшение смертности от данного заболевания. Но мой первый вопрос касается другого. Вернемся к ранним стадиям болезни. Будем ли мы здесь назначать одевантное лечение, ориентируясь не на клинические факторы, но на молекулярно-генетические факторы? И, собственно, два ответа. Да или нет? Голосуйте. Тогда, Федор Владимирович, как считаете? В отношении, наверное, только МСА. Только МСА. Елена Владимировна, как считаете? Вот я тоже хотела спросить, а потом подумала, что это будет наводящий вопрос. Мы МСА считаем или нет? Он уже, наверное, как-то стандартный. А я имею в виду что-то другое. Циркулирующая опухолевая ДНК. Да, мы будем определять циркулирующую опухолевую ДНК. И тех пациентов, у которых ее нет, мы не будем проводить одевантные химиотерапии. Михаил Викторович, выведены результаты. Выведены результаты. Да, 78%. Нет, 22% голосующих. Давайте посмотрим, что нам дает реальная практика или клинические исследования. Если мы берем вторую стадию болезни, где наиболее спорные данные дают эффективность одеванта, на всей второй стадии у нас выигрыш в абсолютных значениях в общей выживаемости 2% при пятилетних общих показателях. А если мы увеличиваем даже одеван с 6 месяцев до года, как это делали японцы, опять же, никакого улучшения выживаемости нет. Интересно, что как раз те факторы клинические, которые мы используем в нашей рутинной практике по отбору больных с неблагоприятным прогнозом при второй стадии, Т4, изучение менее 12 лимфозлов, перфорации, непроходимости и так далее, на самом деле это данные из ретроспективных работ и приняты просто обществом патоморфологов США. И они пришли во все национальные рекомендации. Но на секундочку, их проспективной валидации нет. Потому что когда только сейчас запущено исследование, которое пытается нам ответить на вопрос, а вообще одеван здесь что-то даст, не путаем ли мы прогностические признаки с предикторными признаками? Почему мы верим, что неблагоприятный прогноз при второй стадии выиграет от одеванта? И вот на этот вопрос ответит вот эта работа, которая была запущена, и где-то к 26-му году результаты мы получим. И большая доля вероятности, что можем и не получить выигрыш. Да, у нас есть подгруппы даже при небольших стадиях болезни, которые имеют определенные генетические особенности, точно запрогрессируют. Независимо от возраста, показателя Т, Т, вторая или третья стадия, всегда есть прослойка людей, которые прогрессируют. И вот здесь пытались по транскрипционным данным выявить этих пациентов, вроде как удается, но, к сожалению, имплементация из одной лаборатории в другую вот этих полногеномных транскрипционных подходов нереализуема. Но у нас есть два направления, которые мы можем изучать. Первое – это иммуноскор. Это система, которая позволяет нам оценивать отношения CD3-лимфоцитов и CD8-лимфоцитов в периферии и в зоне инвазии опухоли. И прогностическая система, основанная на вот этом одном показателе, она лучше прогнозирует течение болезни при ранних стадиях, нежели показатели Т или Н. Но у нас есть данные пока только о их прогностическом значении. Предикторное значение будет изучено в специальных исследованиях. Но уже сейчас у нас, например, есть вариант, где при достижении полного клинического ответа на химио-лучевую терапию при раке прямой кишки в случае высоких показателях иммуноскора у нас ни один пациент потом не прогрессирует. А вот если этот показатель ниже, то есть мы видим риск прогрессии даже при полном клиническом ответе, этих больных лучше не оставлять под наблюдение, а всё-таки обсуждать, наверное, хирургию. Но опять же говорю, это претроспективные данные. Проспективное исследование запущено, и результаты будут готовы через три года. 1600 человек как раз будут исследованы в плане возможности деэскалации или эскалации адевантной химиотерапии, основываясь не на показателях ТН, а основываясь на иммуноскории. Второй вариант, который, собственно, уже сегодня упомянули, циркулирующая опухолевая ДНК, и в данном случае, да, путь то некрозом, фагоцитозом, апоптозом, естественной секреции ДНК в кровь попадают, а молекулы, которые мы можем защитить по мутациям, либо профилю метилирования. И действительно, когда мы говорим о второй стадии, у нас есть исследование проспективное, которое оценивало прогностические возможности этого показателя. Если мы выявляем циркулирующую опухоль ДНК после операции, а это наблюдается нечасто, где-то в 16% больных, то практически 90%, 80-90% больных потом прогрессируют. А вот если мы не выявляем, то, соответственно, практически 90% больных не прогрессируют. Обратите внимание, как графики расходятся. Это даже не ТНМ-классификация, это не иммуноскор. Здесь чётко можем так дифференцировать, по сути дела, кому нужна адевантная терапия, а кому не нужна, но это, опять же, мы думаем, что в случае плохого прогноза они выиграют адевант. Обратите внимание, даже при низком клиническом риске хазард трейши между позитивной ДНК, циркулирующей опухоль ДНК и отрицательной, доходят до 28. 28 раз расхождение идёт относительно показателей риска смерти. Кроме того, мы видим, что адевантная терапия вроде как подтягивает график больных циркулирующей опухоли ДНК позитивной после операции к больным, которые не имеют её после операции. Поэтому здесь, конечно же, мы ждём проспективных исследований. Сейчас у нас доступны данные из программы АйДи, а точнее из французского исследования, которое вошло в программу АйДи, где сравнивали 3,6 месяцев адеванти в группе третьей стадии заболевания колоректального рака. И там циркулирующую опухолевую ДНК оценивали по двум точкам вентилирования двух генов. И оказалось, что да, прогностическое значение есть. Негативное, но, что важно для нас, даже в глуби низкого риска, где Т1, Т2, Т3, Н1, где мы привыкли уже назначать 3 месяца ксилокса, то даже в этой группе, в принципе, если циркулирующая опухоль ДНК позитивна, нужно назначать полгода терапии. Опять же, это ретроспективная оценка проспективного проведённого исследования. Мы вместе с Новосибирской лабораторией сделали также систему по оценке циркулирующей опухоли в ДНК и получили те же самые данные, что и в перечисленных исследованиях. Запущено, по крайней мере, 5 проспективных исследований, которые будут оценивать при второй, а иногда и третьей стадии болезни возможности деэскалации и эскалации в зависимости от наличия или отсутствия циркулирующего опухолевого ДНК. А вот этот дизайн исследований меня просто заинтересовал. Берут больных, которым провели в одеванте при третьей стадии болезни ксилокс, и если у них потом появляется циркулирующая опухолевая ДНК без данных за появление рентгенологически подтверждённых проявлений болезни, их уже рандомизируют. Либо на фолферий, либо на наблюдение до того, как он запрогрессирует, назначит уже первую линию болезни, либо если МСА не волумап, либо если бирав, то тройная таргетная блокада. Вот эти результаты получить было вообще снухшибательно. У нас было бы уже в ранней стадии болезни ориентироваться на раннее прогрессирование не на появление метастазов, а на появление лишь циркулирующего опухолевого ДНК. По МСА надо сказать, что да, сегодня говорилось, что это благоприятный фактор прогноза. При второй стадии болезни минимальное число прогрессирует пациентов. Но что интересно, опять же, сегодня ставили вопрос, а при третьей стадии болезни сохраняется эффект позитивной МСА или нет? Тут надо походить дифференцированно. Обратите внимание, недавно представили исследование, объединённый анализ 12 одевантных клинических проспективных исследований по оценке роли МСА. И если при Н1 у нас позитивное влияние прогностической МСА сохраняется, но при Н2 МСА опухоли текут хуже, чем МСС, то здесь картина уже такая же, как при четвёртой стадии болезни. Биология такая же, где МСА при четвёртой стадии даёт наихудшую прогностическую кривую. Поэтому здесь при Н2, по сути дела, с МСА и Хай, мы должны рассматривать как уже неблагоприятный прогностический фактор. И в этой связи при МСА и Хай мы, соответственно, должны думать о, возможно, будущем назначении иммунотерапии. Да, у нас уже полтора года циркулируют данные исследования о возможности надевантного проведения одного курса именива при МСА и Хай, где мы получаем до 90% полных патоморфозов. Это никак не коррелирует с клиническим уменьшением проявления болезни. Что там за один курс уменьшится? Но под микроскопом практически всегда наблюдали выражен, точнее, не выражен даже, а полный патоморфологический эффект. И вот как раз место иммунотерапии при ранних стадиях — это как раз МСА и Хай опухоли. И запущено несколько проспективных исследований. Обратите внимание, в одном случае объединяли с мутациями полия и МСА в одну группу при третьей стадии болезни и назначали или химиотерапию, или химиотерапию с авилумабом, либо третья стадия болезни — фулфоксатеза, либо фулфокс. Но вспомните, что я вам показывал по тому, как влияют прогностические МСА при третьей стадии. При Н1 благоприятны, при Н2 неблагоприятны. Вот здесь правильнее было взять больных с Н2, с неблагоприятной группой третьей стадии, и вот здесь смотреть иммунотерапию. Поэтому не факт, что эти исследования будут позитивны. Следующий вопрос. Уменьшим ли мы объём адеварта химиотерапевтического при метастазской кектомии? Сегодня Вера Владимирович об этом говорил, что там не всегда удаётся улучшить общую выживаемость от переоперационного воздействия. Вот если резектабельные метастазы, их прооперировали, нужно лечить также полгода, либо же мы будем лечить, как при третьей стадии болезни, всего три месяца лечения. Коллеги, Елена Владимировна, как считаете, будем мы здесь уменьшать адеварта или не будем? Михаил Юрьевич, я же из хирургов пришла в химиотерапевты, мне всегда хочется больше, больше всего, больше лечить. Я за то, что не будем. Федор Владимирович, микрофон. Я бы тоже наоборот. Людмила Юрьевна, а вы? Верите в то, что мы там уменьшим объём адеварта? Ну, я думаю, что не будем уменьшать пока. Так, а что нам говорят телезрители? А я бы уменьшила до трёх месяцев. Так, что нам говорят? Результаты выведены до 8%, нет, 92%. Ну, давайте разбираться. Да, у нас при третьей стадии даже в группе неблагоприятной прогностической Т4Н+, либо любое ТН2, пятилетние показатели общей выживаемости, они такие же до трёх месяцев кселокса, чем на полугоды лечения. Абсолютно. Разница в 1%, и то в пользу, между прочим, короткого курса кселокса. Поэтому здесь мы видим, что в этой прогностической группе вот такой максимальный эффект, что нам даёт адевант на общую выживаемость, это 3 месяца лечения. Если мы посмотрим исследования с адевантом после метастазектомии, то да, выживаемость без прогрессирования улучшается, если полгода лечить, но лишь тенденция к значимому улучшению общей выживаемости. Да, мы видим, мы химиотерапевты, мы верим, что химиотерапия помогает. Но вот здесь биология опухоли, она приближается к третьей стаде болезни. И здесь стали появляться работы о коротких курсах адеванта после метастазектомии. Пожалуйста, 3 месяца кселокса. Посмотрите на графики при резектабельных метастазах в адеванте. Абсолютно такие же, даже лучше, нежели полгода адевантного лечения. Сегодня демонстрировали это исследование САСКО. На самом деле, 3 месяца фолфокс. Бог с ним, здесь понятую маб добавляли. Понятно, что это никаким образом не улучшает результат лечения после метастазектомии. Но здесь всего было адеванте 3 месяца, 6 фолфоксов. И посмотрите влияние на графики выживаемости. Они очень приемлемы, очень хорошие для метастазектомии. Я думаю, что будут исследования, и будут они позитивны, скорее всего, когда мы будем говорить о сокращении сроков адеванта. Еще мой вопрос интересный. А можем ли мы в будущем отказаться от хирургии при раннем раке прямой кишки? Не Т3, Т3, Т4 место распространено, а предположим Т1, Т2, Н0. Коллеги, у кого какое мнение? Можно я скажу? Да, я в это верю. Я верю, что мы откажемся от хирургии не только рака толстокишки, но и легкого, и меланомы, совершенно точно. И будет это уже в ближайшее будущее. Я могу верить. Можем. А я вот с предыдущими позициями, я не согласна. Мне кажется, всегда надо, кроме того, что мы просто сконцентрированы, заострены на статистической достоверности еще в абсолютных цифрах. Вы же знаете переоперационная терапия в абсолютных цифрах. Ну, Нортлингера классика. Недостоверно, а проигрыш 8,5 месяцев в медиане выживаемости общей. Мне кажется, что бог с ней вот прям супер достоверности. Нам просто надо будет понять, у кого есть полный патоморфологический регресс. Если мы это поймем без операции, мы сможем их не оперировать. Вот я и хотела как раз именно добавить то, что сейчас сказал Сёдор Владимирович. Все-таки откажемся от хирургии. Откажемся, откажемся. Хирургов на мыло. На самом деле результаты говорят, первый ответ да, 43%, второй ответ нет, 57%. Это хирурги. Хирурги нас тоже слушают. Мы их поприветствуем и давайте разбираться. На самом деле уже много исследований, которые оценивали возможности внедрения химиотерапии на предоперационном этапе при местном распространенном раке прямой кишки. Начало пройдет же 23%. Индукция шести курсов эмфо-форенокса. Перед химио-лучевой терапией за том операции, за тема диван сравнили классическим подходом. Увеличили частоту полных патоморфозов до 27%. Уменьшили риск развития импотенции. Но что для нас важно, это снизили риск развития отдаленных метастазов. Значит, по данным, по общей выживаемости мы пока не имеем. Но зачем такой забористый режим применять, когда мы можем, например, отделаться всего не фо-фореноксом, а консолидации после короткого курса лучевой всего шестью курсами кселокса. Пожалуйста, исследование рапида. Химио-лучевая операция диван, либо же короткий курс лучевой, шесть кселоксов и операций. Но обратите внимание, какие опухоли. Низкие раки, Т4, поражение экстрамезоректальных лимфоузлов, ИВИА+, ИРМ+, то есть махровые, местно распространенные опухоли, получают те же самые 27% полных патоморфозов при внедрении консолидации шести курсов кселоксов. И также уменьшение риска возникновения обдаленных метастазов в течение трех лет наблюдений. По сути, это может являться сейчас уже стандартом и подходом к достижению полного патоморфоза. А можем ли мы как-то уменьшить, не проводить ни шесть курсов, а четыре? Пожалуйста, исследование Stellar. В этом году обновленные данные выживаемости представили, сравнивали классический подход с коротким курсом лучевой, четырьмя кселоксами. Авторы суммировали полные клинические ответы, полные патоморфозы, суммарно 27-22%. И здесь также есть влияние на улучшение общей выживаемости. А можем ли мы еще уменьшить химиотерапию, дать три курса фолфокса? Вот здесь, к сожалению, уже теряется эффект на выживаемость. Поэтому здесь у нас минимум, что мы должны в консолидации давать четыре курса. Вопрос, а можем ли мы отказываться от хирургии? У нас есть, на секундочку, рандомизированное исследование третьей фазы ОПРА, где сравнили консолидацию и индукцию химиотерапевтическую вместе с лучевой терапией. Обратите внимание, авторы хотели отсрочить выполнение, так скажем, неорганов сохранной операции. В случае достижения полного эффекта клинического они отправляли больного под наблюдение, если такового не было, на хирургию. И в этом году они представили данные по выживаемости. Обратите внимание, химиолучевая терапия, затем химиотерапия 16 недель фолфокса дает 78% выживаемости без выполнения вот этого хирургического вмешательства, если вы получаете полный эффект. Но даже если потом идет локальный рост, хирургия спасает. Общая выживаемость абсолютно одинаковая. Поэтому здесь, в принципе, даже при распространенном раке можно говорить о эффекте. Но меня интересовали ранние стадии. И такое исследование уже есть результат. Оно шло очень долго, потому что ни с кем не спонсировано. Здесь проводили при Т1, Т2, Т3, Н0, Н1 низких раках просто химиолучевую терапию. И дальше в случае ответа оставляли под наблюдением. В случае отсутствия ответа давали на хирургию. Авторам удалось достичь полного клинического ответа у 83% больных. Их не оперировали. В этом году второе исследование попытались отказаться от лучевой терапии, отдать только химиотерапию. Опять же, ранние раки. Т1, Т2, Т3, Н0. Давали 6 фоллфоксов или 4 кселокса. Затем смотрели, если есть прогрессия, оперировали. Если нет, трансонально удаляли. Если там был выраженнейший эффект, Т0, Т1, Н0, то, соответственно, наблюдали за пациентами. И что авторы показали? Они улучшили показатель вот этого торганосохранного состояния до 79%, то есть 79% ранним раком прямой кишки избежали операции. Кроме того, у нас есть данные уже по иммунотерапии при МСРС опухолях в раннем раке, при местно распространенном раке прямой кишки, в консолидации после химии лучевой. Если у вас есть особенности в опухоли, там высокий педиол, определенное микроокружение, до 100% полных эффектов. Но, если хотите, волшебство, я вам покажу. Можно выраженный эффект получить и без иммунотерапии, и без химиотерапии, просто добавив физическую активность пациенту. Сравнили пациентов в рандомизированном исследовании, тех, которым на тредмиле заставляли ходить, и селив пациентам, которые, видимо, просто лежали. Мы получили выраженный ответ. Ну, а следующий вопрос, который меня интересует, и, наверное, что делать с 96% с метастатическим колоректальным раком? Будут здесь возможности назначаться в будущем иммунотерапии? Или нет? Они абсолютно закрыты для иммунотерапии. Коллеги, ваше мнение? А комбинированные подходы комбинированные? Любые? Комбинированные. Будем, давайте верить. Михаил Никасович, так это Елена Владимировна верит. Любовь Юрьевна, а вы верите в иммунотерапию при МСС-комбинациях? Я поддержу Елена Владимировна. Геодор Владимирович, мое мнение заключается в том, что в текущем формате скорее всего это не работает. То есть требуются какие-то альтернативные подходы, новые мишени или какие-то потенцирующие факторы. Нет, уже работает, уже где-то новые данные появились. Так, интересно, уже все-таки различия есть. 70 против 25. У полового признака причем. Все девочки за иммунотерапию. Мне кажется, знаете, еще вопрос в том, что неволумак нужно утром делать. Наверняка. А лучше еще и после химиотерапии. Уважаемые коллеги, к сожалению, голосования не будет, потому что мы ограничены очень во времени. Да, тогда я быстрее могу заканчивать. Откройте нам секрет. Но на самом деле, когда мы говорили о транскрипционных вариантах рака толстой кишки подтипах, они абсолютно не имплементируются в клиническую практику. Все исследования, которые пробовали смотреть, где там БЕФ лучше, где анти-ДЖФР, показали абсолютно разные данные. Поэтому они нам просто интересны в плане биологии опухолей и каких-то будущих клинических исследований. Но мы можем смотреть. Например, при каноническом подтипе у нас выраженность ВНТ-сигнального пути, а также опухоль бедна активными Т-лимфоцитами. Здесь мы можем насыщать лимфоцитами, предположим, делать какие-то беспецифические моноклональные антитела оксиди-3-лимфоцитами и АКРЭА. И это пока ограничено было первыми фазами. Даже вторую фазу так и не запустили. Мы видели здесь стабилизации, но опять же каких-то данных по общей выживаемости не получили. Попытки комбинировать вместе с ВНТ-ингибиторами иммунотерапию при опухоле ЖКТ, в частности колоректальном раке, показали очень скромные результаты, один ответ. Метаболический потип. Здесь выражены мутации и керасы есть, и верили, что МЕК-ингибиторы с иммунотерапией сработают, провалились абсолютно. Мезонхимальный потип. Выражена ангиогенез. Сегодня были доклады по антингиогенному воздействию, но когда пробовали предклинически давать антивИДЖФ и иммунотерапию, это работало. Но когда пошли в клинические эксперименты, никакого эффекта нет от комбинации иммунотерапии. Может быть, за счет того, что здесь не ВИДЖФ работает, а трансформирующий фактор просто БТ-1. Он определяет такой альтернативный путь развития ангиогенеза. И здесь интересно посмотреть о ингибировании ТИДЖФ-бета. Что додает при опухолях ЖКТ с иммунотерапией? Да ничего подобного. Если при легком позитивные какие-то результаты, например, панкреасе, один ответ. Другой вариант комбинации ингибиторов ТИДЖФ-бета и постимулирующего рецептора ОКСО-40. Предклинически все хорошо, когда смотрим в клинику, абсолютно ничего хорошего. Даже пробовали одновременно агонист ОКСО-40 вместе с интерлекинами в одной капсуле вводить. Ничего хорошего не получилось. При мочевом пузыре один ответ, а все ЖКТ-опухоли не отвечали. Ну и в конце концов еще у нас есть ПИИ-3К, путь, который иногда активен, но не иногда, а 20% при колоректальном раке. И вот здесь предклинически мы верим, что вроде как ПИИ-3К ингибиторы с иммунотерапией сработают, исследование такое запущено. Но ближе всего у нас в клинике это сочетание с терозинкиназными ингибиторами иммунотерапии. И в японской популяции, и в китайской популяции мы видим суперрезультаты. 30% объективных ответов при МСС, если РЭГО-НИВА даем. Но когда мы смотрим американскую популяцию, один ответ, 4%. Кроме того, но эта история не закончилась, все-таки американские наши коллеги запустили и вторую фазу исследования, но здесь нужно будет смотреть, конечно, популяционный состав, насколько у нас представлена азиатская популяция, и другими расами, то в данном случае они получили 20% объективных ответов. Но, скорее всего, эффекты будут не за иммунотерапией, вот в этом классическом варианте. Может быть, ТЕКАР-терапия в новом ее формате сработает, и уже пошли исследования, в том числе и при колоректальном раке, с ТЕКАР-терапией, которые дают два ответа из 10 человек. Я верю, что когда-нибудь действительно согласен с Федором Владимировичем, что эффект от иммунотерапии при МСС будет, но требуется что-то новое. Должна какая-то новая Нобелевская премия выйти за какое-то новое открытие, которое даст нам новое направление в лечении. Поэтому, по моему мнению, ответы на эти все вопросы молекулярным предиктором на диван быть абсолютно. Различные системы есть, мы можем их использовать. Уменьшим объем химиотерапии при изактабельных метастазах? Скорее всего, да, потому что биология, опухоль, при верной резекции стремится таковой, как при третьей стадии болезни. Все больные или при раке прямой кишки будут наблюдаться с полным клиническим эффектом? Да, мы там все чаще и чаще будем отказываться, и при ранних стадиях, это будет, как и при других нозологиях. Ну а при МСС, иммунотерапию при МСС мы пока только мечтаем. Спасибо за внимание.